Элегантность, эффективность, оригинальность, качество, которое присуще новой конструкции пламя. Так считает ее автор, архитектор из Великобритании Тим Макфарлейн. Символ посвящен 30-летию компании Лукойл и к юбилею городов. Знаковые сооружения уже установлены в Лангепасе, Урае, Когалыме и Покачах. Подробности в материале наших коллег. Четыре города, одно время, схожий дизайн. В начале августа стела пламя прибыла в Лангепас, Урай, Когалым и Покачи. Из Англии в Китай, из Поднебесной в Забайкалье, из Дальнего Востока в Югру. Только по России путешествие заняло 6,5 тысяч километров. Процесс выгрузки как спецоперация. Максимально осторожно и предельно аккуратно строители подняли конструкцию. Монтажные работы в несколько этапов, при том, что основание подготовили заранее. Это обрамленный кранитом постамент. Его укрепили сваями. Только на заливку верхней части ушло около 30 кубов бетонного состава. Внутри подиума заложена специальная камера для световых коммуникаций. Сборка стеллы по принципу пирамиды. Три звена крепятся друг к другу. Основная конструкция – стальная мачта и спирали, которые обрамляют ее. Все работы на виду у жителей наших городов. В местных пабликах соцсетей масса снимков о том, как пламя устремляется ввысь. Мне понравилась стелла. Хочу сделать с ней фотку. Особую фотку. О, прекрасно. Еще пробовали, когда снимали. Один раз включали ее. Вообще все цвета радуги. У меня окна как раз на ее. Вообще красота. Объект очень красивый, современный. Я думаю, что если будет подсветка, особенно ночью, она будет хорошо сочетаться с нашим замечательным городом. Стелла выглядит хрустальной и хрупкой. Легкой и парящей, при весе в 21 тонну. Выше сосен и всех многоэтажек в округе. 30-метровое пламя в Когалыме шпилем упирается в небо. Она – сестра-близнец бакинского огненного фонтана. Их проектировал один автор. Большое пламя, 30-метровая скульптура – результат вот этого прогресса компании «Лукойл». 30 лет назад эта компания началась. И вот из этой капли нефти вот такая большая скульптура, которая символизирует мощную современную компанию «Лукойл», которой она сейчас является. Последние штрихи – благоустройство мест, где воцарилось пламя. И время проверять настройки. Вечерние города в радужном мерцании. Это будет излюбленное место Покачевцы, потому что сейчас вот пробная эксплуатация. Сейчас смотрим, как это все работает. Ну, сам отходишь в сторону и глаз оторвать не можешь, в принципе. И видно уже, люди останавливаются, смотрят, фотографируются уже. Я думаю, что благоустройство будет закончено. Все примет свой окончательный вид и будет, скажем так, такой центр, центр Покачей, мимо которого пройти будет просто невозможно. Любое решение из восьми цветов можно запрограммировать неограниченное количество раз. Все оборудование для управления в подземном спецпомещении. Все абсолютно автоматизировано. Единственное, нужно будет один раз задать параметры цветовой гаммы и задать время включения и отключения. Будет предусмотрено дистанционное управление. То есть где-нибудь на компьютере, на расстоянии в теплом помещении можно будет включить, изменить режим. То есть все будет дистанционно. 660 светодиодных лампочек будет озарять Рябиновый бульвар в Когалыме по вечерам. Сияющая вертикаль из стекла и металла видна со многих точек города. Построены арт-объекты в честь знакового события к 30-летию компании «Лукойл», которую отметим в следующем году. Они станут новой достопримечательностью, объединяющим символом наших городов. Юлия Офисенко, Сергей Подобригора. Специально для новостей.